Снайпер! Дмит. Не, ну если сегодня прёт, мы идём, мы играем. Чё нет-то? Надо уже забивать последний гвоздь. На Мартре убивал, давай на снайпере. Убить на снайпере Драгон Найт. Ты представляешь, это... Achievement Unlocked просто расстрелять огромного синего дракона. Чемпионов мира просто расстрелять. Расстрелять, да. Это easy change name to Сталину или? На снайпера. Отличная идея просто. Просто отличная идея. 20 секунд. Но они всегда пикуют на последней секунде. Давят на морали. Они-то что-то знают, видимо, здесь. Они должны что-то знать. Мне кажется, они украли эту задумку Бэтрайдер ДС. Что-то увидели, наверное, оппонентов и решили, а что если мы можем так же? Да ну, ну блин, ну это скучно уже. Ну это реально слишком просто. Слишком просто. Ну а хотя, если ты сядешь на Джакира, на Наги будет играть Фир с аппортом. Вот это будет интересно. Артурка, завязывай, давай без грязи. Репик. Можно? Ну почему же? Да потому что это опять 20 минут у трейдин с ББГГ. Артизи на Фурионе. Хорош! Вот это сейчас... Ты даже говорил, что-то должно пойти не так. Чувак, это сейчас будет настолько люто. Это слишком скучно было бы, если бы Артизи играл на Наги. Вот ну просто. Свапа не будет? Нет, Зая идёт играть на... Всё нормально. Вот такая катка меня устраивает. Они молодцы. Знают, как разнообразить игру там, все дела. Любят, любят они комментаторов, и любят они вообще публику, поэтому радуют они публику, это понятное дело. Артизи сейчас говорит, что качать? Как этим играть? Я слышу, что у него ТП есть, и ультимейт по всей карте летает. И что нажимать вообще надо, скажите, пожалуйста. А для него трейдин это вообще изи контроль после Наги, он пошёл. Сейчас отфармить все лайны двумя трейдинами. Не, ну трейдин просто не так круто убивает, как иллюзии Наги, понимаешь? То есть трейдинами надо ещё райт клик нажать, а Нагой просто ничего не делаешь, понимаешь? Так что, ну, тут чёрт его знает, чёрт его знает. Слушай, Фурион ещё идёт и не в мид, Артизи завязывай. Я думаю, что ты медловый Фурион. Эфир идёт в мид у нас. На Ликантропия, ППД, ой, универс, на Джекиро, Флейн. Твоюж дважды, что они творят? Зая опять саппорт Нага. Артизи, Фурион. Боже, что они творят? Если вы мне покажете человека, который может прочитать ЕГЭ, я сдам его на опыт лабораторию, потому что он явно не секрет. Как они, да, это просто что-то. То есть у ребят какая-то своя вообще отдельная, не знаю, система пиков и всего остального. И вообще работают они как-то по-своему. Ну посмотрим, получится у них или нет. Будем надеяться, что получится. Потому что, если хочется, если честно, хочется увидеть в последнем матче сегодняшнего дня Вичи Гейминг именно против ЕГЭ, а не Вичи Гейминг против Ньюбе. Да, посмотрим. Тут, кстати, Дабла на Даблу будет сразу. Бэтрайдер смещается на оффлейн, Дарксир тут же. Действительно, что это Дабла. Опять это Дабла, лютейшая. Пошли пеньки под хаулем, смотри, плюс 5 обошли. Оп, подходит Бэтрайдеру со спины и хватать его. Такие, такие, больно, больно делать, больно. Колоть, колоть. Горит, все. Смотри, не упал пенек, не упал. А вот трудно добивать Артизи под Сики Напалмом тут, потому что трудно разворачиваться. А тут и не напополам, короче, с Абадоном. Я понял, он вдоль, походу. Зай, на топе. Классочка. Получил зерешок. Тут кентавр на грани просто, смотри. У него два инфаркта-то был один остался. Едва живет. Да он реально, смотри, хромой бегает, топор уже бросил. На храм. Что ж вы со мной делаете, изверги, да? Да, тишь, что за грязь. Еще и постоянно ждать то, что Фурион может подлететь. Это опасно, просто Артизи же он такой. Я согласен, я согласен. Ну как это нормальный кентавр вообще такой должен переживать-то? Стоится, никого не трогает. А тут такое начинается. Вроде я большой, мне много хб-меней не должны трогать. Ну вроде типа да, а в итоге вроде нет. Кстати, Юниверс тут на полном серьезе, мы видим, пытается выфармливать при помощи Наги. Тешловато это, конечно, делать на таком герое, как ТХД. Ну хотят, ну как тяжеловато. В принципе, ничего тяжело. Я удивлен, что не качает Liquid Fire. Вот это интересно. Ну не хотят ли линии толкать? Не хотят ли линии толкать? Ну пока, пока я имею в виду. Ну хотят, да. То есть как бы понятное дело, что Liquid Fire здесь должен быть приоритетным с полом. У этого товарища, ну поймали его. Тут же б-трайдер, и проблемы огромные универса, и успеть ли он что-то сделать, он забыл, конечно. Но... Погибает. Это первое. И еще из-за и погибает. На нем 4 стака, сожрал стики, но куда ты отсюда денешься? Да, минус. Неплохо родит. Ну что, полетить сюда, Артурка. Артурка, Артурка, Артурка есть. Он мог бы сюда пытаться полететь. Он понимает, что там нет Firefly, но там есть один тангус, и смог бы Rabbit проесть себе дырочку, если что. Поэтому, наверное, не решился. Артур Пирожков не решился. Артур нерешителен. Сегодня нужно доформить Radiance. Да. Какой-то Артур нерешительный. Может он сам в шоке от того, что они творят, и... Сам в шоке. Вот ребята, надо что-то сделать, чтобы мы приспустились немного, потому что мы что-то грязь делаем. Давай я на Фурионы сяду, а Юниверса будем заставим фармить на Джекира. Не, может они просто, знаешь, по очереди отдыхают, скажем так, на некоторых героях. Там типа, ну давай, я сегодня расслаблюсь, завтра ты расслабишься. Все нормально будет. Да. Фирс сегодня в первые игры расслаблялся на саппортах. Терри миди потеет. Действительно, возможно, это рабочая штука. А может всем командам так делать? Может быть, может быть. И на кэрри, и в миди, на саппортах. Смотри, цепляют. Айспэд. Саншэнк. Где Фурион? Фурион уже долетает. Фурион здесь. Вот он, Артизи врывается. Саншэнк. Давай, есть закрыть. Есть пруты. Есть пруты. Прожелать-то нету. Пошли тринты. Бодиблок. А там они 3 секунды, и он все нормально сделал. И Артизи зарабатывает фраг, зарабатывает ассир. На фейзах сразу же мансует. Отсюда держится так немножечко за бачок. Помазали ему бачок, все нормально. Подорожник приложили. Да, и уже пожирее себя так чувствует. Такой, все, ладно. Пацаны, я побежал. Еще и руна Регина. Ой, разбивает ее. Отлично. Если еще он не увидел Драгонайт, то подумал, что ты совсем охренел Артизи. Он мог бы, конечно, добежать ее и попытаться взять, но... Я подумал, что ты еще оборзел, у тебя маны не хватает. Ты просто Регин херак приговорил. Да, ну это для ваших подачек не надо. Да неудачника в Регин брать. Ну это как это так? Ну где? Где такой виды наши, вот так выигрывать и Регин еще подбирать? Ну это же халява. Так нельзя. Мне хватит кило на топе. Да-да-да. Горит Кентавр. Делаем все нормально. Кентавр горит. Бэтрайдер убит нейтральными крипами. Хорошо. Неплохо. Причем он до этого не закупился, я тебе так скажу. Он закупился. Он тупо сдох? Походу, да, не пошло. О мой бог. Сейчас пишет Юниверсу в ПМ, братан, как ты исполняешь? Или Заю, 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 как ты исполняешь на нем? Я не вынимаю. Меня крипы убили. Что качать? Ничего не качай. Ничего не качай. Ничего не качай. Просто через атаку. Просто плюсы и в атаку. И все. И на все остальное забей. Не обращай внимания. Флеймбрейк плюсы. Флеймбрейк плюсы. Универс. Да, вот пошел Ликвид Вайер уже в троечку. Сейчас будет Кентавр гореть. Горит нормально по 12 секунд. Блин, как тут хамо неприятно. Транкфилы постоянно сбиваются. Горит. И тут Бэтрайдер готов с Саншенгом выйти на мид. А на миде нет никого, потому что фир в лесу. Есть такой недостаток. То, что Ликантроп может фармить все подряд. А на седьмом уровне там вообще начнется огонь. Ну, до седьмого уровня опять-таки надо еще. Да, у него все уже седьмой практически. А, ну тогда уже ничего не надо. Пошли волки. Ну, ооо, Драгонайт я вот смотрю и думаю. Боже, дружи, где ты был вообще? Шесть минут. Где он был? Что он делал? Он стики собирал. Ну, типа. Собрал стики неплохо. Возможно. Плохие новости Драгонайт. Бэтрайдер в твоей команде. Фурион залетает на топ. Хао. Стан. Где спрутики? А, без спрутиков, да. Тут горит. Юнивер зарабатывает фраг. Кстати, ты смотри. На ботами, на ботами, да. Цепляют Абадона. У Абадона есть щиток. Абадон накинул щиток. Майнсид. Кто-нибудь засейвит? Нет. Никто не будет сейвить. Даже ТП не будет. Пойдут пушить. Через пять секунд будут тренты. Артизия собирает сразу Орчид. У него появляется две Роба в Зе Маджи. И... Мастерчик. Ну, т.е. не стал играть в типичных вот этих фурионов, которых мы видели сегодня. Да? Которые идут через два нуля. Блейдмейл и т.д. Играет он сразу Орчид. Он понимает, что нужно будет затыкать некоторых людей. И действительно это будет очень выгодно. Ну, кстати, признайдет ли они там хао. Загадается ли прочекать? Вот сказал. Так, пошел. И каждый сам за себя. Отлично. Ариц, смотри. Потом у Юниверсу попал. Это плохо. У Юниверсу здесь переживет. Он переживет. Нет, но переживет и снова погибнет. Макропиро пошла. Ну, Артизия просто убегает. Да, и там на ботами Абадон потихонечку получает. Экскур. Скорбучатый уровень. Что в миде? Артизия прилетает. Видит Саншенга. Бутли, спруты. Спруты есть. Прокушаться нечем. Саншенг получает плицу. Пошел хауль. И тут волки с деревяшками просто наваливают. Волка пусти! Ну же, животное! Волк! Ластычка! Саншенг! Спасись! Сетка! Как он так? Задефался от волка. 22 хп. Да. Казалось уже все. От этого волка не уйти. Смерть не минуем. Но все-таки мы видим, выживает. Выживает Саншенг. Повезло. Просто повезло, да. Сеточка пошла. Пошел айспэд. Мууууууууууууу, кончается сейчас. Драгон форм закончился, подожгли. Где Артурка? Артурке пока нечей, 10 секунд будет. Задувка. Проблема у зая. Юниверс разворачивается. Есть айспэд, но тут сейчас будет лоссом. 25 не хватает. Айспэд подает по робиту. Вот сейчас должен прилетать фурион. У фуриона есть тп. Но он пока не летит. смотри артурка читает читает еще тычечку хорош но артурка ты видишь не хватает у него опыта игры на фурионе это понятно но то пока не особо это заметно заметно то есть артизи действительно хорошо отыгрывает и показывает что он знает все секреты этого чуда героя что абадон уже шестого абадон шестого его теперь убить не так просто гангать его здесь в район уже бесполезно то что за время щитка то по-любому какой-то сейф т.п. будет есть первый oblivion став может быть арси достаточно ранним ну что же ждем как только появится очки я уверен что будут взлеты намного серьезнее на любых частях карты будут пытаться принимать но вот надо только дождаться зай на топе тем временем 6 дабил очень хочет получить венага это абсолютно понятно до 6 дабилов здесь могут ворваться опять через кентаврика здесь есть банана с четвертым щитком поэтому подставляться лишний раз не стоит еще и смещают сюда ребит с саншенгом у ребита по-прежнему не даггер и он пока даже не маячит у нее 9 сотен золота и маячит но не даггер что то другое что на топе банана банана проблема огромная нём а крапира банана погибает слип от наги сэйвит банану сейчас нет догорел фурион здесь артизи специально выбежал он специально так хорошо выбежал там догорел банана и погоди не будет кстати если и ребят станет прыгать он будет прыгать не совсем куда надо параллельно нижней линии эфир доходит до т1 и сейчас очень быстро будет его сблизать нет я сюда телепорт тут же 2 трайвер помешает понятное дело хотя фир может его просто грызть вот на самом деле он его может просто грызть волки не чувствуют firefly они могут бесконечно летать за ребят им остается ребяту только держаться над водой там волки не могут плавать очень жаль это бонус небольшой бэтрайдера кстати волки которые не могут плавать что за бред на скандину падал волки они же собаки по сути да да и семейства собачьи что не дарри это закрывают нету ничего нету фарфлая закончился отчетки бодиблок и привет артизи делает учебный фраг 402 артура успокойте в этом кто-то рядом китае с этой печени что вообще по барабану на ком играть да он просто ну блин как муж старое доброе так и должно быть человеку должно быть плевать на ком играть каждый дотер должен быть супер супер универсалом и это это очень круто когда так есть скажи будь долго это ну типа вот супер универсал над грикинга что тут за и буквы на топе на топе пытаются заденай товар заново на или такие волосы сетка маленькая стояние заяни рапира по поэтому двоих убьют саншен где фурион где мы умеем ли он пока нет саймон сид зай покипает ну и универсал ассоциировали то есть ну и универсал ассоциировали то есть ну и универсал не мог отсюда уйти там дарксиро тем временем параллельно убивали ну ему дерется сфиром фурион бьет просто тупо тауэром понималя пиночки то 22 плюс 10 наваливают стоят да пузырим еще один товар и вот он малеволянцы надо лететь на волосы понимает хорошо профит что если бы сайлент здесь у него телепорт можно лететь куда-то уже начинать придумать что-то более веселое и я думаю он будет что придумать что-то веселое но я еще раз всем напомню что параллельно четвертом канале идет трансляция матча форс депарча против ару гейминг участники интернешнл играют ару гейминг против мира клану и там пока эру гейминг против великолепный выигрывает в том матче участники интернешнл образ ну как ни крути ну как ни крути выше же виртуз про все на блин не выше виртуз про только виртуз про ты не все вообще до вписались ладно мы любя конечно же медведей не очень любим помним за что что за что любим не ты говоришь помним я говорю запомню то за что любит это выражение как ты не помнишь любим помним скорбим а вот он еще на артизе будет хаос 3 кстати помда 656 артизе подарю сейчас slip от ноги будете байбак от артур ки нету 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 а я думаю если было бы тупой байбак но еще стать как бы тут два и не убили что делать за за и фитфест хекс это драка до пить и там пошла опять кивая у нас ну ребят должен погибать ребят точно на бы трейдерик впервые да вообще не понимать что происходит он как-то и летает неправильные как-то фарфлайя не всегда нету подобный пора бы трейдер пора бы трейдер до отцепляют сам шенга 1 2 а сп только не прощает таких минус 503 голды я очень хочу чтобы не начали появляться уже не крапу немножечко как бы надо догонять ему фира фирс все-таки на 2000 уже вперед уехал от него что это за беспредел такой артур фирмы же с третьими не кроме почти если что таки да там со вторыми он же так что надо бы надо бы что бьют бьют вышечку подожгли снова фир не подходит сам правильно делает побаивается битрайдер у того есть любимый прогнет даггера кто-то покупает литра просто кто-кто-кто кубе литра так рэпид здравствуй друг прекрасный сейчас респект уже зая отдает эти были на соседнюю сцену но рэпид это просто какой-то я не знаю как будто он действительно специально тут решил под видеть так плотненько и что-то у него действительно получается специально что-то должно человека в жизни получаться хотя бы получается у него только специально под видеть на данный момент больше не получается ничего заход на хайграунд 15 минут они любят чемпионы интернешнала пытаются отбить свой т3 и не смотрели я против нави мы это знаем а и потому что ну вот 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 приблизительно стиль игры очень похож опять-таки это суп под нога и вот эти вот эти вот чудо герои которые ну и что как от 20 здесь нюбе как чем варвар дамера ты единственный трайдера захитывать постоянное место крипа и да 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 пусть вы тратят пошли некра стан бить не кров потому что вышки страдают пошел хаулю и фариона пошли тренд и где драка где драка драка ниже приземляется как больно хау сетку получил еще за вами не веру тащили а толку верных играл уже там видал но что вообще происходит но фира затащили на хайграунд и убежали от него но когда делали два фрага заставили бай байк сделать dark фира все отошли все просто четко и культурно за не культур на самом деле без культуре и пошло тебе думаешь насилие в прямом эфире надо галку ставить 18 плюс непонятно что не творить зачем нам смотреть мы же чемпионы ну что 16 минуты игры кстати графики давно мы их не обсуждали ну как давно по минут 5 500 ведут его и полторы тысячи пакет и клим типа не так много ну вот вот появилась негам это нот бед я бы сказал ну что еще поддано некра появится и у фориона две пачки вторых некров дефить будет уже невозможно просто невозможно да там просто под хаулем я не знаю главное пережить макро пирута на чтобы кто-то собрал пайп вот появится пайп у любого игрока из команды егэ и все то есть когда вывести быстро крипов с макро пиры прождать пока она закончится все-таки висит она не две минуты да нету кута гонима сидна на сколько на 77 секунд лежит так иллюзии на 1 ну это не те иллюзии ну и вот он заход на граунд ульфуриона крипы погибают моментально начинает падать вышка вот жакира поджигает да вот он горит по 15 15 15 15 нормально четыре сотни вышки остается пошли опять волки пошли 3 негра пошел хауль сейчас будут тренды тоже под хаулем минус вышка и пошли бить бараки мека все флоу и начинают падать бараки но с этого захода конечно вряд ли снесут что их теперь останавливать ты посмотри что происходит просто не спешите на этом он там еле живой на грани а потом некрономик он убивал фарда к тем временем улетает наверх немножечко подпушить но он обещал вернуться понятно что два тарта здесь стоит вообще халявы пока без пеньков арти артизи бьет есть у него уже деньги на вторые некра скоро будет на некра третий да я так подозреваю что просто сейчас допушит т2 заберут рошанчика и пойдут на хайграунд что здесь у фира уже 800 сверху фир борзеет он в инвизи стоит рядом бэтрайдер ака тут же его подняли упал в айспэд пошел снова и ребята проблемы не рыбит выживает стать все это время му летает сайленте его волки грызут его волки чуть не до грызли артур вот наконец-то включится драку добил там разобрали рэббит а тут творится шоох на дамаж слип и просто отходит артур типа от отжимают slip и все да да потратили варды потратили все хао тут никого уже не догнать ему и действительно на этом приключение заканчивается сейчас будет третья некра они даже не уходят они не уходят они просто цепляют банану ну так вот банан решили что ничего ему здесь не будет ну и ничего ему здесь не будет ничего фарма почти ничего и вот артизи уже здесь только у артизи уже не крайне первые а третьи третьи и у фира тоже они откатились да сейчас два пакета роза да ну и что делать для оплаты не так сиро с пеньками дарксир но прилетел бутрайдер да погорел окей мы через мид можем зайти нам пофиг вообще планирули на виду он зашли мы можем бить бараки и вот и не побежали никрономиконы да бутрайдер здесь погорел дружевый барак лайвал камп и пошла атака на как раз таки можно поражать хау и убить дочку за одну секунду эфир давай клац и кнопочку он не спешит надеюсь может быть еще брака будет зачем спешить схвалом вот это через бактор протекшен если что сейчас вышка подык а удачи с крипами же зашли это потому что еще вишна оригинца но это ее не спасает ну тогда понятно тогда тут все понятно ну что пытаются еще что-то сделать не убили ничего не могут сделать нет там жакира но я киша вот вот спанули минус жакира окей отлично но у ребят уже нет стороны на двадцатой минуты нет стороны и банана три вышки пошли волки грызут реббита про виду неприятно он им сделать ничего не может у нас просто отсюда убегать запрыгнул кентавр зая тут же подъем пошел банана что трудно регина для кентавра носила ничего не сделаете артур всем временем толкает уже ботом у нее есть 1300 возможно какой-то изолятор появится чтобы товара побыстрее только раз курок это появится нет никто не планирует нет просто я думал там тоже выход не кратно что денег принципе джекира хватало мы решили что не стоит ну в миде т2 тавр т1 тавр то есть дефят мы идем пока абсолютно спокойно немного начинает спайкать курьер был убит команды newbie с чем он был он был с бкб для му ну и вот он в миде приезжает без этого самого бкб но это просто какой-то фестиваль пошел на улетает артизи быстренько при гене через 2 секунды будет телепортация родная и прилетит с нее волки уже ломятся на топ как раз прилетит и не кров правда нет они уже вызваны и они вот сейчас подбегают фир тоже некра пошли расстреливать барак где артизи артизи почему-то на ботами до трендами подпушивает вышку отвлек на себя внимание падает второй милишный барак это судя по всему гг потому что дефать здесь нечем гг вот она гг и команда newbie покидает этот турнир занимая 4 вот это да вот четвертое место newbie это наверное не тот результат на который рассчитывали чемпионы мира мы это прекрасно с вами понимаем но ну блин она на что они хотели но они наверное хотели победить в этой катке но при этом ребята не надо сажать на бэтрайдера я уверяю потому что игрок от раковал просто жутко 266 у него дакер появился на 19 минуте я бы сказал